Космический корабль Союз ТМА-12М, стартовавший отсюда с космодрома Байконур, уже пристыкован к орбитальной станции. Несмотря на некоторые корректировки в работе, это как в учениях, новая водная. Короткая схема стыковки всего за четыре витка была сменена на двухсуточную, тем самым дав космонавтам немного отдохнуть и с новыми силами стыковаться со станции. Однако уже сейчас космонавты привыкли к невесомости и приступили к орбитальной работе. Но свои крайние дни на Земле, предстартовые дни на космодроме они не забудут никогда. Раннее утро первого стартового дня. В предрассветной мгле ракета выплывает из монтажно-испытательного корпуса. На стартовой площадке она с первыми лучами солнца. И здесь словно запускается таймер. Побежали секунды предстартового отсчета. Побежали секунды предстартовые дни на космодроме. Основной экипаж на вывозе не присутствует. Осмотр ракеты доверяют дублёрам. Это традиция. Потому что они нам на слово верят. Мы же посмотрим, как всё сделают. Грамотно, красиво. Доложим им сегодня на завтраке. Так всегда было и так есть. Это хорошая традиция. Космонавты-дублёры спускаются на самое дно стартового стола. Здесь можно увидеть всю технологию установки, как говорится, изнутри. Это кабина обслуживания. Стартовики работают с двигателями. Подключают все коммуникации к ракете. Лена, смотри вот сюда. Вот такое расстояние будет сегодня. Посмотри, сейчас заденет и сломает, да? Работа ювелирная. Доверяется каждый миллиметр. Создается ощущение, будто многотонная ракета опускается прямо на тебя. Процесс установки ракеты в вертикальное положение закончен. Дальше расчет работает по графику первого стартного дня. Первый день, второй резервный и третий пусковой. Все. До свидания всем. Спасибо большое. Ну все, да. Семь сентября. Спасибо. Вам спасибо. Приезжайте в сентябрь, допустим. Колонны обслуживания сведены. Закипела работа на самой верхней точке ракеты. Космический аппарат готовят к встрече с экипажем, а саму ракету – к пуску. Эта операция на стартовом комплексе входит в разряд опасных и называется «разворот поворотного круга вазимут пуска». На этом старте ракету «Союз» до сих пор стреляют, как баллистическую ракету. Для этого в нише стартового сооружения внизу установлена монорельсовая дорога, которая разворачивается и тем самым поворачивает ракету в нужном направлении. Командира корабля Александра Скворцова называют «птицей высокого полета». И не только потому, что фамилия крылатая. Уже много лет он опекает птенцов. Птенец – название детского фестиваля в Тюмени. Проводить Александра Скворцова на орбиту приехали победители – дети, мечтающие о космосе. Командир экипажа для них – пример. И друг, и наставник, и человек, за которым мы стремимся. Наш герой. Наш герой, да. Он герой России, но это наш герой. Сбылась мечта побывать на Байконуре и у Саши Гаврилова. Его маленькая история жизни – тоже покорение. Победа над болезнью, которая отступила перед космической мечтой. Как вот Земля выглядит не изнутри, когда ты находишься на ней, стоишь, там что-то делаешь, а именно когда ты смотришь на нее с космоса. Это, конечно, незабываемое ощущение. Хочу показать вам Землю. Эта фотовыставка уже объехала десятки российских городов. Она родилась в 2008 году, когда космонавт Юрий Ланчуков посвятил фотографии из космоса Саша, тем самым дав ему лучик надежды. Как говорится, нет в болезни плохих и хороших качеств. Надо только надеяться на выздоровление, и ты обязательно пойдешь. И чудо случилось. Космос, такой далекий, стал своим. Отныне экспозиция будет пополняться. Каждый космонавт внесет свою лепту в эту фотогалерею, чтобы победивших болезни, как Саша, становилось больше. Эту традицию мы будем продолжать. Юра передал по эстафете своим друзьям, товарищам. И эту работу мы будем дальше вести. И будем те снимки, которые будут передаваться из космоса, то открытое общение, которое имеет место быть с конкретными людьми, детьми, оно будет давать свои положительные результаты. Спасибо всем! Их полет должен был стать пятым по короткой схеме стыковки. Однако небольшое отклонение датчиков ориентации внесло корректировку. Так совпало, но именно эта нештатная ситуация была у экипажа на предполетных экзаменах. Прощание. Они еще на Земле, но уже так далеко. Все понимают. Космический экипаж и те, кто сейчас по эту сторону стекла, встретятся только через полгода. Посадка в ракету. И прощальный взмах руки. До старта два с половиной часа. Экипаж готовится к полету. Вот так, протискиваясь друг за другом из бытового отсека через люк в космический аппарат, космонавты устраиваются на своих местах. Бортинженер Олег Артемьев уже в лаженементе. Люк специально прикрывают, чтобы помочь разместиться астронавту НАСА Стивену Слонсону. Олега, ты можешь включаться, вентиляцию включать себе, все делать. Пока размещаются бортинженеры, командир корабля ожидает в бытовом отсеке. Космический корабль, как крохотная двухкомнатная квартира. Когда полет идет по двухсуточной схеме стыковки, именно здесь, в бытовом отсеке, экипаж может снять скафандры, отдохнуть, поесть и поспать. Спасибо, ребят. Вам удачи. Аккуратно. Вам удачи пойдет. Теперь взоры устремлены вверх. К маленькому космическому кораблю на самой верхушке ракеты-носителя. Творению рук человека. Экспедиция поражает своей насыщенностью. Космонавтам предстоит встретить огромное количество космических кораблей. Российский Союз, Прогрессы, Американский Драгон и Сигнус. Европейский космический корабль ATV тоже пристыкуется к Международной космической станции, когда будут работать эти космонавты. Международной космической станции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова